О самых важных событиях выводящего понедельника и минувших выходных расскажут корреспонденты Новосибирских новостей Иоанна Кондрафенко. Здравствуйте, коротко о главном. Ураган накрыл город. От стихии пострадали деревья, автомобили и крыши. Что будет с погодой дальше? С открытием дачного сезона квартирные горы оживились. Вместо бытовой техники они предпочитают деньги и украшения. Как защитить жилье и не остаться без сбережений? Водитель троллейбуса мастерит мини-копии общественного транспорта. Сходство моделей с оригиналами удивило даже работников музея горэлектротранспорта. Заморозки до минус пяти и мокрый снег обещают синоптики в ближайшие дни. Пришедшее похолодание задержится почти до конца рабочей недели. Потепление, судя по прогнозам, придет в четверг. Новосибирцам обещают до плюс восемнадцати. Тем временем в выходные по городу прошел шторм. Ураганные порывы ветра ломали деревья во дворах и обрывали кровли домов. Вот на этих кадрах видно, как крыша жилой пятиэтажки на пересечении улиц Новогодний и Блюхера не выдерживает напора ветра. От стихии им также пострадало несколько автомобилей. На них падали деревья, ветки, доски. А в домах на улице Виктора Улса после урагана пропало электричество. Привлечь строительные компании к капитальному ремонту домов пытаются с помощью поправок в законы. Их сейчас готовят областные депутаты. Сделать это заставляет наметившийся дефицит подрядных организаций. Ведь в ближайшее время нужно обновить небывало много домов. Городские власти пытаются заинтересовать крупных застройщиков как могут. Почему же те пока не торопятся заниматься ремонтом, разбиралась Анна Гурьянова. В планах этого года обновить почти 650 многоквартирных домов. Объемы работ небывалые для Новосибирска. Кроме нескольких десятков подрядных организаций, заняться капремонтом могут и строительные компании. Но их смущают правила игры. Так, например, от подачи заявки на участие в торгах до начала работ должно пройти два месяца. При этом для каждого дома отдельный конкурс. А строители привыкли к заказам крупным. К тому же подрядчикам по закону оплачивают авансом 30% от стоимости заказа. Остальное – по завершении ремонта. Исправить ситуацию можно только на федеральном уровне. Мы будем обращаться в Государственную думу, чтобы исправили жилищный кодекс или постановление правительства, чтобы можно было от этого уйти, чтобы быстрее делать капитальный ремонт. С другой стороны, застройщики сейчас более сговорчивы. Для них участие в капремонте – подспорье в кризисное время. Тем более, есть свободные специалисты и вся необходимая техника. Правда, больших прибылей застройщики тут не ждут. Пока это скорее вопрос имиджа. Мы говорим, как в кавычках, я говорю, армия для строительства, мы готовы к действиям. Сейчас надо, чтобы Генштаб что-то уже предпринял. Пусть сделают. А то, что мы выйдем, управимся, это опыт у нас есть. То есть, мы уж коли новое умеем строить, то старое там всегда ремонтируем. Конкуренции со стороны строительных компаний небольшие подрядные организации не боятся. Работы хватит всем. Кстати, возможным изменениям в законе они тоже будут рады. Оплата аванса, если бы она была увеличена на не 30%, а на 50%, нам бы, конечно, было проще начинать объекты. Ну и, конечно, согласование проектно-смертной документации, согласование акта выполненных работ. То есть, было бы проще, конечно. Еще один пробел в федеральном законодательстве обсуждают сейчас новосибирские депутаты и строители. В городе есть жилые дома, которые относятся к объектам культурного наследия. В законе об их охране нет понятия капитальный ремонт. И реконструировать их нельзя без экспертизы и разрешения Министерства культуры. А работы по восстановлению дороже, чем в обычных домах. Сейчас в законодательном собрании проблему изучает рабочая группа. Ожидается, что первые решения будут через месяц-полтора. Анна Гурьянова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. С открытием дачного сезона участились квартирные кражи, рапортует правоохранители. Что любопытно, дорогая бытовая техника преступников больше не интересует. Предприимчивые воры забирают с собой деньги и украшения. При этом в квартиры проникают без взлома. Вероника Иванова выяснила, как обезопасить свое жилище от квартирной кражи. Вентиляционные трубы, пожарные лестницы и, например, вот такой козырек подвала повышают риск квартирных краж. Особенно на первых этажах. Как, кстати, и незакрытые окна и двери. И даже двери, запертые, казалось бы, на замок, уже давно не становятся препятствием для воров. Правоохранители советуют не экономить на дверях и замках. К дешевым, чаще всего китайским, воры научились подбирать ключ. На такие квартиры приходится половина регистрируемых краж. А вот каждое шестое такое преступление из-за элементарной невнимательности хозяев. Пришел с работы или приехал, то дверь не забывать закрывать. Потому что очень, ну, достаточное количество случаев задержаний у нас, когда человек, проходя по подъезду, просто дергает ручки, берет то, что попадется в коридоре, а в конечном итоге, когда задерживаешь, получается 30-40 краж. Пластиковые окна, даже плотно закрытые, не спасут. Воры легко их отпирают. Однако сдержать злоумышленников может яркое освещение в подъезде и снаружи дома. Ведь гораздо чаще окна вскрывают на неосвещенной стороне зданий и потом уходят с краденым через темные лестничные клетки. Мы выступая говорили, что несут телевизоры, магнитофоны, шобы. То сейчас, конечно, немножко меняется ситуация. Зачем тащить что-то громоздкое, когда можно золотишко, деньги, то, что сразу не видно. Такую пропажу можно и не сразу обнаружить. Деньги, украшения лучше хранить в неожиданных местах – в туалете или в холодильнике. Хотя лучшей защиты от кражи, чем сигнализация, пока не придумали. Сотрудники вне ведомственной охраны выезжают в течение нескольких минут и блокируют все входы в квартиру. Правда, остальными советами, даже если есть сигнализация, пренебрегать не стоит. Ведь за первые месяцы этого года в регионе подверглись кражам больше полутора тысяч охраняемых квартир. Вероника Иванова, Роман Семенов, Новосибирские новости. Дружинники вышли на борьбу с любителями пикников в Дендрологическом парке. Многие отдыхающие принимают эту охраняемую природную зону за обычный лесной массив. И приходят сюда пожарить шашлыки или выгулить собак. А это, между тем, прямое нарушение закона. Вместе с полицией в рейд вышли активисты-дружинники, а с ними и наша съемочная группа. Перед выходом на патруль обязательно инструктаж полиции. Хотя дружинникам не впервой следить за порядком в городе. На этот раз рейд по Дендрологическому парку. У нас очень много здесь на территории парка происходит и происходило нарушение законодательства. Сами, как администрация парка, мы не имеем права каким-то образом прекращать нарушение. И отсюда, собственно, родилась идея. Теперь сразу 10 сотрудников Дендропарка в добровольной дружине. Вместе с полицейскими гораздо проще давать отпор нарушителям, особенно нетрезвым. Люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя порой очень агрессивно. Поэтому усиление патрулирования дружинниками именно сотрудников является большим влияющим фактором на пресечение правонарушения. На территорию Дендрария часто заезжают автомобили. Многие выгуливают здесь собак. И то, и другое запрещено законом. А с наступлением тепла многие разжигают здесь мангалы. Дружинники идут буквально на запах и быстро находят нарушителей. Особо охраняемая территория. Приводный парк. И здесь все это запрещено. Там паблички даже висят. Нет, ну мы как бы посмотрели, что это территория. Испорченный пикник не ради галочки. Костры постоянно угрожают лесу. Может быть пожар. Пожар, и потом они, да, ну загорают, особенно сейчас, трава сухая. Нам сейчас опасно такие, что они когда мангалы вываливают, и пожар. И потом нам приходится, если даже люди кто-то ищут, нам говорят, мы едем тушим. Сотрудники дендропарка не растушили такие пожары. К тому же им постоянно приходится убирать мусор. Но отдыхающие воспринимают дендрарий не как природный парк, а как просто лес недалеко от центра города. Всегда здесь жарили. Никогда вопросов не было. Каждый год. Вот каждый год. Штрафовать дружинники не имеют права. Ограничиваются только беседой. Но порой и этого достаточно, если проводить такие рейды регулярно. А следить за порядком в парке добровольцы собираются все лето. В Новосибирске построят современный рыбоперерабатывающий цех и комплекс для выращивания овощей. Получение масштабных инвестиций на 1,5 млрд. рублей посодействует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня ее представители приехали в Новосибирск, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве. Выделенные средства также пойдут на расширение производства инъекционных лекарств Кольцова, модернизацию стекловаренных печей и производство пробирок. На стадии доработки и согласования еще десяток перспективных проектов. Выручка только по этим проектам, скажем, Новосибирская область получит 200 млн. рублей дополнительных поступлений в бюджет. Это большое количество новых высокотехнологичных рабочих мест. Это импортозамещение, причем не просто, а высокотехнологичное импортозамещение. И по вакцинам, и по шприцам, и по помидорам с огурцами. То есть самые разные области. Книжные магазины, библиотеки, вузы и кафе превращают в научные площадки с увлекательными лекциями. Там выступят ученые из Академгородка. Так всю неделю будут проходить Дни науки. Школьников, студентов и взрослых ждут познавательные семейные квесты. Любители инженерных находок смогут посетить мастер-классы в клубах юных техников и современных технологических лабораториях. Познакомиться с печатью на трехмерном принтере и порисовать 3D-ручкой. Также в программе интерактивные выставки, научные чтения, физиологические и химические опыты, экскурсии на наукоемкие промышленные предприятия. Подробная программа празднования Дней науки есть в интернете на официальном сайте города. Городской музей электротранспорта заказал экспонат водителю троллейбуса. Как оказалось, сотрудник Кировского троллейбусного депо в свободное от работы время изготавливает модели общественного транспорта. Из картона он точь в точь может смастерить уменьшенную копию любой машины, причем без чертежей и заготовок. С местным Кулибином познакомилась Елена Богатырева. Каждый день вот так вот с утра, с шести часов. До трех часов дня Икром – рядовой водитель троллейбуса. Уже шесть лет на маршруте номер восемь, а прежде водил муниципальный автобус. Икром хорошо водит. Он уже очень давно работает. И очень нравится с ним работать. Очень хороший человек. Я вообще обожаю этого сменщика. Ну, потому что он в машинах хорошо разбирается. Вот когда наша работала, без проблем мы ездили и никогда не ломались. В три часа дня Икром передает руль своей сменщице и торопится в домашнюю мастерскую. Отличное знание машин пригодилось не только в работе, но и в хобби. Простой картон с помощью цветных карандашей и бумаги превращается в корпус троллейбуса. А крышка от компакт-диска вместо стекла. Свои первые модели Икром начал создавать еще в детстве. У меня тоже отец работал водителем троллейбуса. В детстве я с ним много катался, поэтому я сначала решил его троллейбус построить в детстве. Вот и после этого осталась у меня привычка такая, что автобус, троллейбус, ну, общественный транспорт. По стопам отца пошли и три брата Икрома – настоящая водительская династия. Может, поэтому Икром создает свои модели по памяти, без чертежей. Все поделки он дарит знакомым. Недавно сконструировал копию автобуса «Нефас». На это ушло три недели. Поражает сходство с оригиналом. Пропорции расположения сидений в салоне даже про место кондуктора не забыл. У нас модели нашего униципального транспорта, как автобуса, как троллейбуса и трамвая, мы нигде не видели. Машинки разные, там, я не знаю, самолетики, кораблики, все. Есть модели сделанные, они расположены в музее, но там старые модели подвижного состава. Следующий год для новосибирского троллейбуса юбилейный. 60 лет филиалу в Сдержинском районе и 55 лет в Кировском. За это время в городе несколько раз обновляли электротранспорт. Поэтому сейчас ИКРОМ по просьбе музея конструирует модель нового низкопольного троллейбуса «Мегаполис». А потом обещает скопировать и трамвай. Елена Бгатырева, Олег Макаров, Новосибирские новости. На сцену Новосибирского театра музыкальной комедии вернулась Морица. Творение Имра Кальмана снова и снова пленяет зрителей любовной интригой и чарующими мелодиями. В новую постановку привнесли и нечто новое, атмосферу мистики и тайны. Станислав Якушевич оценил современную версию всемирно известной классической оперетты. Признанный шедевр Кальмана уже почти век не сходит с театральных подмостков. В Новосибирске это уже третья постановка самой венгерской оперетты композитора. Предыдущая версия шла на сцене четверть века. Новую редакцию сделал режиссер Владимир Подгородинский. Сюжет стал короче, как и реплики героев. Я люблю спектакли энергичные и нерастянутые. Я не понимаю, вообще формат больше двух часов, ну, безантрактно, соответственно. Это не мое, я люблю динамичные, цельные спектакли. Чтобы подчеркнуть присутствующие в сюжете мотивы предсказания и рока, художники оформили сцену зодиакальными символами. А цыганку Азу из пролога сменила некая загадочная гадалка. Костюмы для спектакля создал Виктор Феоктистов. Это первый опыт работы в театре известного модельера. Мы даем период времени, 30-е годы, и у нас присутствие венгерского костюма. То есть все группы, но, естественно, каждый образ создавался непосредственно уже на героиню, на героя. В заглавной партии Вероника Гришуленко. Марица, вспоминает прима, ее давняя мечта. С этой оперетты началась ее карьера в театре музыкальной комедии. Но заглавную партию она поет впервые. Я полюбила эту музыку Кальмана. Она настолько сложна и в то же время она проста. Просто гениальная. Я очень рада, что сегодня я стою на сцене в роли Марицы. Сбылась моя мечта. В Новой Марице постановщики оставили все, за что любит этот жанр зритель. Тут и пленительные дуэты, и яркие сольные номера, и зажигательные танцевальные фрагменты с национальным колоритом. И даже предсказуемость сюжета. В финале обязательно свадьба с Чардашем. Не мешает следить за приключениями романтических героев. Станислав Якушевич, Данил Смирнов. Новосибирские новости. И о спорте. Гимнаст Данил Казачков из Новосибирска взял бронзу на мировом этапе в Болгарии. 23-летний спортсмен показал высокие результаты на кольцах. Казачков выступал в двух дисциплинах – кольцах и перекладине. В обоих видах он вышел в финал. В итоге в перекладине наш гимнаст стал пятым, а в кольцах третьим пропустив вперед лишь двух представителей Украины. В августе в составе сборной России Данил Казачков будет выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Чтобы оставаться в курсе последних событий, включайте радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Много интересного и полезного на сайте Новосибирские новости. Наши коллеги из интернет-редакции выяснили, где узнать о плановых и аварийных отключениях горячей воды и куда обратиться в случае прорыва трубы. И на этом все. До завтра.